Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Крюгэ ТВ, и со мной сегодня Лизавета, опять. Привет! И она меня подбила попроходить с ней новеллу Сая Но Ута, или как она там, Песнь Сай, да? Сая, Песнь Сай, да. Песнь Сай. Я видел по скринам то, что там прям кровь, кишки, мясо, но не в том плане, что там война какая-то или ещё что-то, но там есть вот это всё, и я особо за это не брался, и я не в курсе, что там внутри, а ты вроде как её уже там попроходила, и такая вся прям возбуждённая, готовая, давай я тебе покажу, что там. Но там есть моменты, так что да, ну да, есть такое. Ну, по её реакции вы слышите, что меня подсаживают на какой-то лютый, прям такое жестокое. Ну ладно, я наивная маленькая козочка, я следую за вожаком-бараном. За волком. За волком, да, за волкодавом в овечьей шкуре, погнали. А можно на русском, плиз? А можно русский сабы? Сейчас будет цена на английском, а вот. Вызывающих изображений. Если вы находите их неприятными, выберите соответствующий пункт меню. Затемнить. А там не будет полностью чёрных окрадов, если затемнить. Ну, затемняй, там мне кажется... Не, я лучше буду... Или мне в ламину будет сонзурить. Я просто не знаю, мне будет в ламину или не в ламину. Наверное, затемню, хрен бы с ним, я думаю, ничего важного не пропадёт. Кому охота посмотреть на это всё, те скачают игрушку и сами посмотрят. Да, кстати, качество, скорее всего, такое себе. Ну, потому что игра старая, и она там что-то 600 на 800, наверное. Ну, короче, там вот сгулькин вот этот вот самый предмет размером. Окошко. Можно я не буду читать, что забармотала гора, ибо... Я вряд ли это передам. Зато музола, музола, музола на фоне прям... Атмосфера. А мне не слышно! Ага. Я её помню. Ну, там такой забористые переборчики. Забармотала извивающаяся гора плоти. Ну, здесь призывают сутану, как я понял. Да. Кто-то что-то там спросил. Честно говоря, я не слишком понял, что это. Ун-ун. Я знаю чай, улун, но после этого пить я его не буду, скорее всего. Да-да-да-да, два ДЦПшника. Знаешь, там один Наполеон, другой этот, там, я не знаю, какой-нибудь, Кутузов. Сидят там вот в своих палатах и друг с другом разговаривают. Всё, ладно, что-то серьёзно. Три жутких создания сидели вокруг стола напротив меня. Чавкали вонючими помоями из своих чашек, обменивались шипением, рёвом и звуками, которые не описать словами. Я бы... Почему похоже, что как будто это стручок какой-то писает? Что это вообще за иконка? Простите меня, конечно, но... Оно же реально похоже. Ладно, пофиг. Ну, почему вы его не съели, а разговариваете с ним? Может быть здесь какой-то запечатанный код, но разгадывать я его явно не хочу. Оно... Оно-нош? Онош-эш! Похоже, я курнул Онош-эш! И меня пошерло. Давай, 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 это твоё серьёзная вещь. Да, оу, мать! Выглядит это, конечно... Прям... Аппетитно. Если внимательно прислушаться, то можно бы уловить суть их разговора. Благодаря этому я кое-как старался не вызывать у них подозрений. Я мог отвлечься, пока они заняты разговором друг с другом, но я не мог игнорировать, когда они обращались ко мне. Независимо от того, как они выглядят, это мои друзья. Кажется. Я не хочу признавать этого. Хотя, по правде говоря, я уже давно сдался. Каждую ночь, ложась спать, я желаю, чтобы всё это стало просто дурным сном. Но каждое утро я встаю и вижу, что мир такой же искажённый, как и вчера. Мне приходится жить, смешиваясь с этим. Подражать им. Так я и прожил уже три месяца. Так мне придётся прожить всю жизнь. Да, я прекрасно понимаю, о чём здесь говорится, конечно. Судя по тону, это должно быть Коджи. А тот, что рядом с ним, визжащий больше всех, скорее всего, Оуми. Это значит, что тот, что рядом со мной и её, хотя я уже не могу оценить её неплохие формы. Я стараюсь не замечать сильный запах экскрементов, исходящий от её дрожащей плоти. Господи, какие, конечно, картиночки здесь прям. Хорошо, что здесь вот такое диалоговое окно, за которыми всё это разглядеть тяжело. Всё изменилось. Хотя, для меня уже всё совсем не так, как оно есть. Мои взаимоотношения с окружающим миром не изменились. Эти существа такие же участники клубов колледжа, как и я, и мы довольно хорошими друзьями были. Ежегодно после зимней сессии мы даже ездили на лыжный курорт. Теперь это всё лишь тёплые воспоминания о днях, к которые никогда не вернутся. Если бы все, включая моих друзей, забыли обо мне, я мог бы оборвать свою связь с этим миром. Было бы приятней думать, что меня похитили пришельцы и отвезли на другую планету или что-нибудь в этом роде. Однако это, несомненно, Япония на планете Земля. И это город, в котором я родился и вырос. И общество, честью которого я был в течение 20 долгих лет. Но я, и только я один не могу больше видеть мир прежним. Я не узнаю этот мир. Здесь нет места, которое можно назвать домом. Ну, похоже на класс, типа, да. Или столовка, чё это? Как бы. А отвечать-то он им будет как-нибудь? Или так же? В любом случае, то, о чём они говорят, мне безразлично. Я просто буду молчать и делать вид, что слушаю. Но вдруг... Ого! Эй, Фуминори! Заговорила одна из глыб, повернув свои окровавленные глаза в мою сторону. Как ты думаешь? О чём? Я отчаянно подавляю своё отвращение и пытаюсь вести себя, как обычно. Но мой хриплый голос выдаёт меня. Мы обсуждаем поездку на курорт в этом году. Ты ведь тоже поедешь? Так? Липкая дыра в верхней части создания отвратительно корчится, извергая подобие слов. А, это должна быть голова Коджи. Вернее, я видел её на этом месте месяца три назад. Не знаю. Я отворачиваю глаза и даю нейтральный ответ, не найдя в себе больше сил смотреть на это. У тебя другие планы? В общем, нет. Коджи был одним из моих лучших друзей, так же, как и все остальные, кто сейчас тут присутствовал. Они все были дороги мне, а одна из них даже хотелось стать для меня более, чем просто другом. Сколько ночей я провел плача в одиночестве, оплакивая друзей, которых больше не существует. За три месяца я выплакал всё до капли. И теперь во мне осталось только отвращения. Окружённый монстрами из мяса, которых я идентифицировал как Коджи, Оуми и её, я провожу каждый день, стараясь вести себя как обычно. Если мне это не удастся, скорее всего, меня отправят назад в больницу. И тогда меня уже не выпустят. Что бы ни случилось, я не должен этого допустить. Эй! Ведь с твоей травмой физические нагрузки не противопоказаны! Не знаю. Я уточню у доктора, когда пойду на обследование. Я на пределе. Я больше не могу смотреть на них, слушать их отвратительные голоса. Теряя терпение, я встаю на ноги. Эй, Фуминори! Из чавкающего отверстия, обычно производящего звуки, в меня летит струя липкой жижи. Я попытался прикрыться, но не успел, и жижа разбрызгалась по моему лицу, как желток из протухшего яйца. Я на грани. Мне хочется схватить стул, стол, что угодно, до чего я дотянусь и уничтожить создание передо мной. Я с трудом сдерживаю себя. Мне нужно избегать их подозрений. Как ни крути, это их мир. Я здесь лишний. Как я говорил, сегодня у меня обследование. Мне пора. Я демонстративно улыбаюсь, но не уверен, что это сработает. Достав кошелек, я извлекаю первую попавшуюся бумажку и, не глядя, оставляю ее на столе. Скорее всего, этого хватит, чтобы оплатить мой заказ. И я не буду ждать сдачи. Я всего лишь хочу убраться отсюда поскорей. Увидимся! Я выхожу из здания, буквально спасаясь бегством. Я не обезумел. Эй, сказала Токахата Оуми. Почему бы нам опять не отправиться в этом году куда-нибудь? Где можно покататься на коньках? Цукуба ее нахмурилась, услышав такое предложение. Коньки? Зачем ехать на лыжный курорт ради катания на коньках? Расслабься, Цукуба. Она недавно увлеклась коньками. Это точно он, потому что я голоса услышу. А, ты слышишь его голос. Тона Коджи поддержал Оуми своим смехом. Ее неожиданные заявления не новые, и задача Коджи, как ее парня, поддерживать ее. Для ее они выглядят хорошей парой. Иногда ее мучает зависть. Я хочу сказать, она увлеклась так поздно. Эй, что такого в том, что я никогда раньше не каталась на коньках? Не думаю, что в наше время можно найти много людей, вставших впервые на коньки в 20 лет. Когда я была маленькой, мне было страшно. Эти коньки выглядели как острые лезвия. Но в итоге ты смогла встать на них? Это поразительно, Оуми-чан. Принцип не сильно отличается от лыж. Ты удерживаешь ее спереди и используешь наклон ботинок для управления. Когда он мне это сказал, я поверила и решила попробовать. Это было так здорово! О, так это было свидание. Ее чувствует приступ зависти. Коджи и Оуми веселятся вместе, как все обычные пары. Это определенно не является причиной для зависти. Просто ее не везет. Хм, я бы тоже хотела посмотреть, как Оуми-чан катается. Ее держит бодрый тон голоса, пытаясь прикрыть свое напряжение. Ее знает, что ей не стоит завидовать или винить судьбу. У нее тоже есть любимый человек. Из-за ужасной трагедии вышло так, что он не уделяет ей времени. У него настоящее несчастье, на фоне которого невезение ее меркнет. Но так как? Если мы выберем курорт еще и с коньками, то это будет весело вдвойне. Но ты ведь можешь сходить и на каток? Зачем тратить столько времени на поиск двойного курорта? Я не хочу кататься в помещении. Я хочу быть там, где можно кататься на озере или чем-нибудь... На чем-нибудь подобно, наверное. Не думаю, что это будет легко. Наверное, там будет очень много народа. В процессе разговора Йо поглядывает в его сторону. Хотя в обсуждении участвуют только Коджи и Омис Йо, поддерживающие их подшучивание, очевидно, что за столом сидят две пары. Другими словами, парень Йо, хотя еще пока есть сомнения, можно ли его так называть, также сидит с ними. Эй, Фуминори, как ты думаешь? Возможно, Коджи почувствовал боль Йо по-своему тихо и внимательно. О чем? Причина постоянного беспокойства Йо с Акисако Фуминори? Отвечает на внезапный вопрос Коджи своим неопределенным вопросом. Мы обсуждаем поездку на Крорт в этом году. Ты ведь тоже поедешь? Так? Коджи говорит осмотрительно, словно изучая реакцию. Несколько месяцев назад он бы не стал раздумывать, а упрекнул Фуминори за его отчужденность. Их длительное знакомство перешло в дружбу без всяких рамок. Не знаю. Прямо ответил Фуминори. Его удрученные глаза и мрачное поведение свидетельствовали о том, что у него нет ни малейшего желания нарушить свое молчание. У тебя другие планы? Нет, в общем нет. Даже Коджи, будучи лучшим другом Фуминори, не мог общаться с ним как раньше. Разумеется, Йо не знала, что и сказать. Шрамы, оставленные после событий этим летом, все еще дают о себе знать. Они все чувствуют их на себе, не только Фуминори. Эй, вроде физические нагрузки не должны отразиться на твоей травме. Не знаю. Я спрошу доктора, когда пойду на обследование. Мне нравится, когда переводят один и тот же момент, переводят его по-другому. Они просто копируют из того, как они переводили его раньше. Ну да, то, что было до этого, это просто от его глаз, а это как-то сбоку. Ну да, но все равно фразы, почему переводят их по-разному, они же должны быть одни и те же, по сути. Какие ко мне вопросы, господи. Нет, я просто это отмечаю, что я часто встречаю. Часто в переводах такое встречаю, говно. Этот вопрос переполняет чашу терпения, и Фуминори вскакивает со стула. Эй, Фуминори! Даже Коджи не может оставаться спокойным, пытаясь остановить Фуминори. Фуминори быстро реагирует, поднимая руки к лицу, словно пытаясь защититься от чего-то ужасного. Может, немного слюнее, и вылетела случайно изо рта Коджи, но такие вещи случаются каждый день. Их даже было недостаточно, чтобы ее разглядело их. Определенно не то, от чего нужно яростно защищаться. Даже будучи оплеванным, реакция Фуминори была крайне негативной. Как я и говорил. Фуминори обрывает разговор, оставляя своих друзей в подвешенном состоянии. Сегодня у меня обследование. Мне пора. Даже то, как он бросает деньги на стол, вероятно, плату за кофе выглядит, словно он прикасается к чему-то грязному. Увидимся. Фуминори вышел из кафетерия, быстро шагая, словно убегая. Все еще погруженные в глубокую тишину, оставшиеся трое опустили взгляд на стол, где одиноко лежала купюра в 10 тысяч йен. И чашка кофе Фуминори так и осталась нетронутой. Оуми вздыхает. Я так больше не могу. Но Коджи укорительно качает головой. По-моему, Фуминори просто нужно еще немного времени. Но уже прошло три месяца. Что с ним? Мне кажется, что я схожу с ума, находясь рядом с ним. Эй, я тоже не понимаю. И думаю, что я не смогу понять. Ты можешь представить, что за одно мгновение потеряешь всю семью? Это бы выбило кого угодно из колеи. Это может случиться с каждым. Прицеп трактора перевернулся, упав на машину с Акисакой, и выворотил ее наизнанку. Говорили, что было трудно отличить тело матери от тела отца. Довольно долго не было надежды на то, что Фуминори выживет. Но что он смог покинуть госпиталь и вернуться к нормальной жизни? Ничто иное, как чудо. Ему было еще хуже, когда мы навещали его в больнице, помнишь? Он испугался нас, словно не знал, кто мы. И его какое-то время держали привязанным к кровати. Я рад уже тому, что он так сильно продвинулся. В нем есть что-то странное. Ты видел, как он смотрит на нас? Словно мы нелюди. Прекрати, Оуми. Решительно произнес Коджи не столько из сочувствия к другу, сколько для подбадривания ее. Просто ненавижу такое построение новеллы уже. Мне не нравится. Неудобно, непонятно, кто, зачем говорит и как. Да перевод это блядельная тема. Нормально, нормально. Ты крепись. Ой, оно того стоит. Да, скорее всего. Очень надеюсь. Добротако уже делает ее счастливей. Хотя она понимает, что не может всегда рассчитывать на это. Фуминори главная жертва. Он заслуживает сочувствия больше всех. Чувства ее к Фуминори являются ее проблемой и ничьей боли. Она не винит Фуминори за то, что тот не ответил ей сразу, когда Тана бралась храбростью признаться ему. По правде говоря, она думает о нем еще лучше за то, что он рассматривает ее серьезно и не ответил на Абум. Принимая этого внимания, так как Фуминори не отверг Йо, их можно считать практически парой. Коджи и Йоуми неплохо повеселились на этом деле. Однако он так и не дал ей ответа. После раскрытия своих чувств, Йо не видела Фуминори в течение недели. А потом она лишь могла смотреть на его изувеченное тело через окно палаты интенсивного лечения. Спустя 50 дней, казавшихся вечностью, его выпустили. Но он стал каким-то другим. Она даже стала сомневаться, помнит ли Фуминори, что она признавалась ему в любви до аварии. Скоро наступит зима, а она все еще не знает, что делать. Резко сменилась обстановочка. Ну теперь от лица Фуминори опять. Для доктора Тан Бариока нет пациента более проблематичного, чем этот человек. Появились три изменения с прошлого раза, Саки Сака-сан? Нет. Все так же. Его голос был тяжелый и вялый. Его голос был тяжелым и вялым. А слова бросались им беззаботно в воздух, словно он говорил сам с собой в пустой комнате. Даже не будучи психотерапевтом, Реока могла ясно чувствовать барьер, который он воздвиг между собой и остальным миром. Была ли у вас тошнота, головокружение, звуковые или визуальные галлюцинации? Нет. Ничего. Когда Саки Сака делает вид, что смотрит на Реока, его взгляд на самом деле направлен вниз и в сторону. Он лишь поверхностно участвует в разговоре, который ему мало интересен. Совершенное отторжение. Понимая, что не сможет общаться с ним таким образом, Реока вздыхает и убирает больничную карту. Саки Сака-сан, то лечение, что вы получили у нас в госпитале, является последним словом в нейрохирургии. Вы это знаете, не так ли? Устранение субдуральной гематомы при помощи микромашин доступно только в Японии и только в этом университетском медицинском центре. Это была единственная возможность спасти Саки Саку Фуминори от смертельной черепно-мозговой травмы. Это тестира мое лечение, и мы все еще собираем информацию о нем. Это значит, что есть определенный риск. Несомненно. Губы Фуминори слегка изогнулись в злой насмешливой улыбке, но она сошла до того, как Реока смогла догадаться о ее значении. Это проблематично, если пациенты боятся своего лечащего доктора, но... Мы получали сообщения о серьезных расстройствах мозга после операции. Мы должны внимательно следить за вашим состоянием. А скажешь о том, что ты видишь, тебя в дурку запихнут? Какое лечение? Вот почему каждую неделю было обследование. Реока хотела, чтобы ее пациенты относились к этому немного серьезнее. Как мое прошлое МРТ? Спросил неожиданно, словно пытаясь ошарашить Реока. МРТ – магнитно-резонансная томография. Это способ для нейрологов детально изучить мозг, при этом не вскрывая череп пациента. Удивленный необычными знаниями Фу Минори, Реока вспоминает его карту. А, точно. Ты же студент медицинского колледжа. То мозговое расстройство, о котором вы волнуетесь, оно ведь должно отражаться на МРТ, так? Были какие-то аномалии? Нет. Там было чисто. Ни малейшие проблемы. Для операции с таким низким шансом успеха результаты были ошеломительные. Однако что-то все еще не давало покоя Реока. Нечто вроде инстинкта врача подсказывало Реока, что что-то не так с этим пациентом. Она не могла отделаться от чувства, что он что-то очень упорно скрывает. Какой-то ужасный груст на его душе. Страх или, может быть, страдание? Если это проблема неорганического характера, она ничего не могла сделать, если он отказывается рассказывать о ней. Я в порядке, доктор. В конце концов, я живу вне госпиталя без каких-либо трудностей. Разве могут быть проблемы? Знаешь, Саки-саки-сан, после тяжелых операций необходимо длительное наблюдение. Тебе стоит довериться нам. Думаю, вы правы. Я хочу верить вам, доктор. Могу ли я обратиться к вам с любой личной проблемой? Да, конечно. Рёко отвечает, улыбаясь, чтобы прикрыть раздражение, выслушивая тот же самый вопрос, что и на прошлой неделе. Тогда давайте продолжим на том, где мы остановились. Доктор, узнали ли вы что-нибудь о... Ага. Не имея возможности ответить, Рёко изображает улыбку. Он задавал вопрос, о котором постороннему человеку не должно быть никакого дела. Профессор Оугай, как он связан с твоим лечением? Вы только что сказали верить вам, а теперь вы утаиваете от меня информацию? Кроме Фоминори было немало пациентов, лезущих, не задумываясь, куда не надо. Рёко понимала, что такое бывает, если есть угроза жизни. Саки-сака же не показывал той нетерпеливости, которая свойственна в данном случае. Его спокойное поведение создает впечатление, что он допрашивает преступника, а не доктора. Довольно давно он ушел из госпиталя. Я не связывалась с ним лично. Вы знаете, почему он ушел? Да. Я думаю, по личным причинам. Рёко ответила гладко, без замедления. Рёко заранее подобрала фразу, чтобы можно было сохранить спокойное лицо. Почему ты так хочешь найти профессора Оугая? Ты его знаешь? Вы знали, что профессор Оугай числится пропавшим? Нет. Рёко поняла, что ее ответ был слишком быстрым. Ей стоило притвориться более удивленной. Я случайно сошелся с одним из его родственников, который попросил меня найти его. Родственник? Рёко нахмурилась. По-моему, у профессора не было родственников. Да? Кто вам это сказал? Это... слухи. Рёко ответила, вспомнив, что она сказала, что у нее не было никаких связей с ним. Понятно. Значит, профессор был известен настолько, что вокруг него появились слухи. Ну, он был необычным человеком. Но никто не знает, почему он покинул госпиталь. Рёко умолкает, зная, что это не та тема, которую можно замять одной лишь улыбкой. Фуминури, похоже, наконец ощутила ее настроение, однако ее обычно твердый тон слегка смягчился. Доктор, я определенно должен найти профессора Уугая. Есть ребенок, которому он нужен. Вы мне не поможете? Разве этим не должна заниматься полиция? Хоть она и говорит, это довольно легко, предложение весьма рискованное. Если пропажей Уугая Масахика займется полицией, то госпиталь, скорее всего, будет обыскан. И с целью прикрыть бардак, оставленный Уугаем, весь факультет будет избавляться от улик. И Рёко, разумеется, тоже. Однако вряд ли Сокисака обратится в полицию для расследования. Во-первых, его оправдание – очевидная ложь. Они уже разузнали, что у Уугая абсолютно точно нет родственников, которые бы могли начать его поиски, что позволило им похоронить правду о случившемся. Но все-таки... Как Сокисака, не имея каких-либо связей с госпиталем, кроме как будучи пациентом, узнал об Уугая? Сокисака-сан, я буду рада сообщить вам все, что я знаю. Но от профессора Уугая не было ни единого слова после его ухода в апреле. Все, что я могу предположить, это то, что он ушел в долгий отпуск или вроде того. Понятно. Рёко ожидала продолжения напора, но была удивлена отступлением Фуминори. Тем не менее, ее все еще волновало его состояние. А его таинственная связь с Уугая Масахико тревожит ее еще больше. Но до тех пор, пока он не откроется ей, Рёко ничем не сможет помочь. После короткой паузы, Рёко ставит пометку «Состояние стабильное» в карте Фуминори. Сокисаки-сан, касательно проверки на следующей неделе, вас устроят опять в 4 вечера. Но еще до того, как закончить предложение, Рёко подняла глаза и увидела, что Фуминори уже направился в сторону двери. Можно на этом закончить. Да. Господи, боже мой. Можно на этом закончить. На самом пикантном. Ага. Почему это пикантном? Ну, а тебе не нравятся все эти стены? Ну, это прям, знаешь, миленько. Розовые пони. Мертвые, кажется. Вы потрошенные. Размаженные по стенчикам. Господи. Я ни хера не понимаю. Ну, как бы это нормально, наверное, если хотели загадать какие-то такие интересности, да? Да. Но то, как ведется повествование и перевод еще к этому кривой в некоторых местах добавляется, это создает просто непередаваемый коктейль. Выключить, блядь, быстрее, я ненавижу. И когда это читаешь не вслух, это тебя не так тревожит. Да, то есть когда не по ролям надо, это все просто читаешь, и нормально, наверное. Когда тебе не особо важно понимать, что там за друзья, кто это вообще. А вот так вот, господи, боже мой. Это отвратно. Ну и само повествование, опять-таки, не нравится. А самая история, это история. Да, основная история. Вот там мы посмотрим, что это будет за история. Я предчувствую, там будет лютый звездец. Ага. Такое прям. Ух, ух, ух. Ладно. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Следующую серию запишем тоже, как появится у нас. Время, деньги, рок-н-ролл. Думаю, достаточно скоро. И давай сохранимся, а то я еще займу, ну, пам. И всем пока. Пока-пока.